Добрый день! В первом видео я показал, как можно ее розетку разобрать, чтобы ее отремонтировать. Вот эту розетку я уже отремонтировал. Вот показываю ее, правда, самососудность подключаю. Отключили розетку. Розетка включается, розетка выключается. Подключаем. Точно так же она и по Wi-Fi, все функции ее это. Сейчас на этой рабочей розетке замерим напряжение. Находим низковольтный конденсатор. Он в данном случае 470 микрофарад, 16 вольт. Можно напряжение первоначально замерить вот так на этом конденсаторе. Но это, как бы сказать, неудобно. Но тоже как. И находим общий провод. Это земля. Тесто в режим произвомки. Вот он. Вот этот контакт и этот. Это одно и то же самое. Возвращаем третий струн на 20 вольт. Подключаем умную розетку. Точно так же подключим эсцеллограф, чтобы посмотреть пульсацию по питанию. Так. Включаем эсцеллограф. Подключаем розетку. Проверяем питание на рабочей розетке. 3,3 вольта. 4,86 вольта. Проверяем питание эсцеллографом. 3,3 вольта. 4,86 вольта. Эсцеллограф переводим. И на измерение переменного напряжения, чтобы посмотреть пульсации. Это вот такие пульсации у нас по пяти вольтам. Ну, от пульсации по 3 вольтам. Отключаем. Это была рабочая розетка. Берем нерабочую. На ней сразу же видно высохший конденсатор. Он сдулся. Подключаем. Замеряем напряжение. 3,3 вольта. 4,6. 4,7. Напряжение даже по мультиметру видно, что оно прилегает у нас. Сейчас посмотрим пульсации. Это 3,3 вольта. Вот такая форма сигнала у нас. Теперь замеряем на 5 вольтах. Вот какой нехороший у нас сигнал. Какая большая пульсация. Выключаем. Давайте посмотрим следующую розетку. С этой, понятно, по питанию заменится этот вздушный конденсатор. Здесь конденсатор не вздушный, хороший, но розетка не работает. Может, в ней причина и не в конденсаторе. Так, подключаем осциллограф. Отключаем розетку. Измеряем напряжение. 3,3 вольта. 4,9 вольта практически. Давайте посмотрим по питанию, какие помехи у нас. Ну, по 3 вольтовой линии я бы не сказал, что очень большие помехи. Да, давайте посмотрим по 5 вольтовой линию. По 5 вольтовой тоже я бы не сказал, что это критично. Но есть, конечно, помехи, но не настолько большие. Как ни странно, розетка заработала. То, что может, все-таки дело в конденсаторе. Надо смотреть. Давайте измерим, насколько пульсация. Да, тоже надо конденсатор менять. Я бы не сказал, что большие пульсации. Но все-таки, наверное, надо конденсатор заменить. Все, выключаем. Проверяем следующую розетку. Эта розетка тоже не работает. Она как так. То работает, то не работает. Вот, давайте это. Как ни странно, здесь я даже подписывал. Общий провод грин 3,3 вольта. Ой. Да, 3,3 вольта, 5,1 вольта. Так что здесь и вообще очень просто это. Сразу же видно, куда подключаться. Давайте на всякий случай посмотрим, какая, скажем, это контакт с этим землей соединен. Вот он и есть. Да. Если на этот померить, то ничего не будет. Вот он. Так, обратно на 20 вольт переключаем. Подаем питание. Так, из суворов. Измеряем напряжение. Вот это у нас был общий. Здесь 3,3. 4,8 по напряжению. Я бы сказал, не все так плохо. Теперь давайте с суворов мы посмотрим. Пульсация присутствует. Это по линии 3,3. Давайте посмотрим линию 5,5. Ну тут почему-то завышенное напряжение. Надо смотреть. Так, давайте в меньший режим переключимся. То даже что-то может со стабилизатором. Ну не стабилизатором, а блоком питания. У него по входу тоже конденсатор стоит. Но почему-то на 20 вольтах он включает измерения. Так, давайте переключимся на постоянное напряжение. Посмотрим, что суворов покажет. 4,9 вольта. А вот 3,3 вольт нет у нас, как бы сказать. Или пульсация мешает. Так, ну на переменную. Почему-то пик ту пику очень высокое напряжение. Аж 70, аж 80 вольт показывает. Надо смотреть. Так, выключаемся. И давайте на предыдущий посмотрим, что там было с пик ту пик. А, нет. Давайте на рабочий. Вот мы ее подключим. Так, подключаем. Это у нас 3 вольта. Это у нас 5. Так, под 3 вольтам. Пик ту пик до 300 милливольта ходит всего лишь. Это мы измеряем помеху на переменном напряжении. А по 5 вольтам точно так же. Ну, давайте сохраним сигнал. И по 3 вольтам точно так же сохраним. Все, сейчас будем переплавить в конденсаторе. И смотреть, что у нас получилось. Если в вашей розетке нет контрольных точек, также напряжение питания можно проверить на линейном стабилизаторе. И детали похожи на транзистор. Она вот в этой розетке находится. Подаем питание. Первая ножка. Это земля. Включаем тестер. Вторая ножка 3,3 вольта. Третья ножка 5 вольт. Выключаем. Точно так же на этой розетке. Находим линейный стабилизатор. Вот он. 3,3 вольта. Вот эта деталька похожа на транзистор. Вставляем ее. Подаем питание. Точно так же. Первая ножка. Вторая ножка 3,3 вольта. Третья ножка 5 вольт. Перепаял все три конденсатора. Давайте проверим. Первый конденсатор. Покажется в завышенную емкость. Очень плохой ESR. К тому же вздутый. Этот конденсатор точно не рабочий. Проверяем второй конденсатор. Вместо конденсатора показывает диод. Это тоже не рабочий конденсатор. Проверяем третий конденсатор. Конденсатор в хорошем состоянии. Этот конденсатор был выпоем в высотаемной розетке. Я пока временно поставил другой конденсатор, чтобы проверить. Ножки не обрезал. Чтобы дальше можно было ремонтировать не под высоким напряжением. Мы сюда потом просто подадим 5 вольт. И будем смотреть, где что в ней не работает. В этом тоже самое я ножки не обрезал. Во всех трех умных розетках я перепаял конденсаторы. Ножки у конденсаторов не обрезал. На тот случай, что если розетка не заработает, чтобы я сюда мог спокойно подключить 5 вольт и продолжать ремонт розетки под низким напряжением. Проверяем, что у нас получилось. Подключаем розетку. Включаю. Розетка работает. Отключаю. Проверяем следующую. Включаем. Включаем. Розетка работает. Насчет вот этой розетки. У меня большое сомнение, что она заработает. Так как выпаянный из ее конденсаторов был с заявленной емкостью и низким ESR. Здесь быстрее всего дело не в конденсаторе. Ножки не обрезал. И чтобы при дальнейшем ремонте подключить сюда питание и розетку ремонтировать под низким напряжением. Так, проверяем. Включаем. Розетка не работает. Результат ремонта из четырех розеток было починено три. В этих трех одна и та же причина. Дело в конденсаторе. То есть, высохли конденсаторы. Из них только два вздулась. Один был невздутый. Но потерял свою емкость. В этой розетке пока не знаю. В чем причина. Потому что, когда мы проверяли на осциллографе, почему-то пик тупи показывало очень высокое напряжение. Около 80 вольт. Я пока причину не знаю. Так что, похоже, будет продолжение этого видео, если я починю эту умную розетку. И расскажу, в чем была именно в ней причина. Чтобы с розетки выпаять более легко конденсатор. Или любую деталь. Так как они спаяны бесцинцовым припоем. Мы бесцинцовый припой разбавляем более легкоплавным припоем. И тогда детали очень легко выпаиваются. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.